МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В АСВЯТАЕС СЛУЖБА ИНФРОМАЦИИ ТАЛЕРАДОЕ КАМПАНИИ ГОМЕЛЬ У СТУДЫЕ ПРАЦОЕ НАТАЛЬЯ ИХНАТЕНКА Глядите у гэтым выпуску. В УЛИЦЫ ГЕРОЯУ на БЕЛАРУСЬ ЧАТЫРЫХ ГОМЕЛЬ Стартует цикл репортажев, промеркованных до 75-й годовины вызволения Беларуси о немецко-фашистских захопниках. Наведывание лесов под забороной. Вымушенная мера связана с сухим и ветреным надворьем. Зраби зарадку на территории Управления Держа-Алтоинспекции в Гомеле з'явилась бесплатная станция для электромобилев. А зараза в гэтым иншим больше подробязна. За долгой отсутности дожджоу, засушливого надворья и возникнение очагов пожаров у экосистемах на всей территории Гомельской области уведена заборона на наведывание лесову. За порушение правилов пожарной безпеки або забороны на их наведывание продугледжена администрационная отказность. Порушальников могут покарать попередженем альбо штрафом до 25 базовых величин. Коли ж потерпите леса або торфяник, то штраф может повеличиться удвоя. Только за бягучий тыйдень у регионе было зарегистровано больше, как 20 выпадков лесных пожаров, три из которых площадь свыше 5 гектаров. У совести с надыходом пожара небезпечного периода супрационники МНС проводят работу по мониторингу ситуации у лесах, а так само выпадков выпаливания сухой рослинности. Головная задача вратовальников – попереджение пожаров и гибели на их людей. Тому в рамках профилактических мероприемств вратовальники оказывают консультативную допомогу насельниству в забеспечении пожарной безопасности в лесе и прилеглой до его территории. Так само саджи с остановищем допомогают и установленные в лесах фото пастки. Их у нашей области уже около 200. Сейчас по всей области создаются мобильные группы, куда входят не только представители МЧС, а также представители других субъектов профилактики, которые проводят рейды по посещению населением лесов, как наше население относится к этому. Конечно, мы всеми силами пытаемся достучаться до сознательности наших граждан, чтобы таким образом мы все вместе сможем уберечь себя и природу нашей страны. Сегодня в составе мобильной группы присутствуют представители органов местной исполнительной власти, сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям, производственного и лесохозяйственного объединения, природно-охранного ведомства. Наша задача – рассказать людям, почему нельзя сегодня идти в лес и показать на ярких примерах, какие последствия у нас в Наравлянском районе такой пожар уже случился, где 300 гектар леса сгорело. Мы должны об этом говорить сегодня. В этом году наша страна означает 75-ти годы вызволения Беларуси от немецко-фашистских захопников. Угонар этой знаменальной даты – телеканал «Беларусь-4» запускает цикл сюжетов, присвященных героям Советского Союза, именами которых названы в улице нашего областного центра. Сторонки життя Емельяна Барыкина у материале Паула Мехно. В улице Барыкина – самая протяглая областным центры, а маль 8 км у Довжиню. Идя прозовей Советский район, и сегодня з'является важным магистралью города. У початку – ей некольких капитальных побудов, потом – приватный сектор, далее – побудовы опошнего часа. Наприконцы – индустриальный центр Гомеля. Долгая и складанная улица, как и партизанский шлях, которым пройшел Емельян Игнатович Барыкин. Емельян Барыкин в годы Великой Отечественной войны, он один из организаторов партизанского подпольного движения на территории нашей области. В начальном этапе он был комиссаром партизанского отряда «Большевик», ну и выполнял обязанности секретаря подпольного горкома партии. А в 43-м году, когда к февралю месяцу было принято решение о создании гомельского соединения партизанских отрядов, Барыкин был назначен начальником штаба. По историчных звездках, когда у першинюрых товались подрывать ворожий эшелон, Емельян Барыкин настоял, как эту операцию доручили минавито ему. Таким чином, в липени 1942-го отрад «Большевик» открыл свой рахунок в Рейковой войне. По местанциями Зябровка и Кораневка группа Барыкина подрывала ворожий эшелон с живой силой и техникой, а маль два десятки вагонов пошли под отхон, а за весь час боевых деянов отрады Барыкина подорвали больше за 50 эшелонов. После военное время он опять был избран секретарем Горкома партии, потом в 1948 году был избран секретарем Барановичского обкома партии, был членом Центральной резервной комиссии партии, но с учетом того, что он себя не жалел, то есть после военное время требовало восстановления, вот еще в Гомеле, когда он работал в 1944-1945 годах, он очень много работал. По вспоминах дачки героя, долгий час после вызволения Гомеля, когда их дома, на Старобуденовской улице, стояли горожане. Город был у руинах, тому до секретаря Горкома без конца потоком и шли люди со своими проблемами и зворотами. Наглядячи на час суток, Барыкин никого не покидал без допомоги, и шмат учим, дякуючу ягу намаганнем, Гомель худко дрожався. Но такая тяжкая праца у некой ступени поплывала на его здоровье. Про невеликий час после войны Емельян Игнатович мощно захворил и не смог справиться с хворобой. Знаковое место Гомеля – площа працы. Миновито тут, в 1951 году, был похованный герой Советского Союза Емельян Барыкин. По звездках того часу, проводит яго, пришел амаль у весь Гомель, а лишь и сенья, празамаль 70 годов, шмат кто идет сюда, ка поклониться гэтому саправному человеку. Павел Михно, Яугин Макеенко, телерадио «Кампания Гомель». У делу жалобным митингу и подарунки для работников социальной сферы и сельско-господарчих организаций. У Чачерским районе у делу мероприемствах промеркованных до 33-х годовинной катастрофы на ЧАЭС приняли представники областного объединения профсоюзов и депутаты национального схода. У одним из самых потерпелых у вынику аварии районов побывал и наш корреспондент Олег Синцерову. Чистый, утульный и квитнеющий праз 33 годы б катастрофе на ЧАЭС у Чачерску не нагадывая ничего. За минулый час тут выросло поколение, якое падея 86-го на властной очи не бачило николи. Хать не бачить, не значить не ведать. На митингу, каля помненько селенным лёском, представники органов УЛАДА, ликвидаторы и наученцы чачерских школ. У свой час чернобырская катастрофа закранула тут кожную семью. У шматка года к этому часу заковываются фото с дымки, сробленные до красавика 86-го. Неде серьезные, неде веселые жахары района, худка их життя изменится кардинально. Фото настолько ураживают, что у районного музея звернулись до людей с просьбой передать их у экспозицию. У Чачерскому историко-этнографичному музею Чарнобыльской тематы запресвечена особная экспозиция. После катастрофы с карты зникли 43-местовые вёски. Некоторые речи за ксё не можно убачить на этом стенде оселенная территория склала 25 тысяч гектаров. Это пятая частка территории района. У Чачерский район представники областного объединения профсоюзов приезжают с узнагородными подарунками. Гоноровые грамоты подяки людям, которые не только поддержали эту территорию, но и соединяются в ее условном развитии. Подарунки для объектов социальной сферы и сельско-господарных организаций спорт, инвентар, велосипеды, холодильник, правильная машина, видеокамера. На передании этот спис узгодняли с районным кировнистом. Набывали только тое, что с оправды необходимым. Уже стало традиционным посещение профсоюзами нашей области наиболее пострадавших районов от чернобыльской катастрофы. В этом году это Чачерск, это уже 11-й год подряд. Мы будем посещать социально значимые объекты. Среди них такие как городской стадион, центр социально обслуживания населения, центральная районная больница, сельхозпатриятие Везенесенск, где по согласованию с местными властями мы привезем определенные подарки, можно их так назвать, для укрепления материально-технической базы, для помощи населения местного. Зараз на территории Чачерского района реализуется шестая державная программа по ликвидации наступства чернобыльской катастрофы. Головное мета – створить умовы для дальнейших развития у всех сфер. Зараз район, займая у Гомельской области 8-е место по взрыванию среднемесячной зарплаты, тут денечивать больше 200 организаций разной формы властности, причем на недержавное предприемство пропадает практически весь экспорт. Даречь Ганглёй район с 12-ю краинами света, вся рот приоритетных накерунков так само агротуризм, але головная увага развитие агропромыслового комплекса, за яким завязывается будущее региона. Сегодня на территории района отсутствуют какие-либо крупные предприятия промышленные, поэтому я вижу перспективу развития в развитии сельского производства на Чачерской земле, тем более потенциал есть, стремиться есть, примеры хорошие есть, учиться нам не надо ехать никуда, есть два предприятия, которые работают стабильно, успешно, скажем так, это «Отар» и «Звезда», поэтому наша задача подтянуть к этим предприятиям остальные предприятия, чтобы они работали с таким же экономическим эффектом. Олег Синтеров, Евген Макеенко, телерадио компания «Гомель» за Чачерской. До 153 базовой величины. При обследовании рыбалонных угодов СОЖа, каля Агрохородка Новая Гута, супрацовники Гомельской областной инспекции оховы живельного и рослинного света затримали двух граждан за незаконный вылов рыбы. На рыбалку они отправились с трима сетками огульной дежурной 165 метров. Их холлоу склау 36 килограммов. Шкода, нанесенная новокольному осяродзю, оценена у 153 базовой величине. Зараз разглядается питание об узбуджении криминальной справы по факте незаконной добычи рыбы, якая потягнула причинение шкоды у особливо буйным померы. Продовлеженная законом покараннее от штрафу до обмежевания воли термином до трех годов. На сегодняшний день установлен запрет на лов сетки видов рыбы в Гомельской области за исключением лова рыбы с одним одинарным крючком одной удочкой либо спиннингом с одним одинарным двойным либо тройным крючком. Поэтому все запрещенные орудия, которые используют граждане, могут повлечь естественно причине ущерба в том числе в особо крупном либо крупном размере. Законодательством Республики Беларусь за незаконную добычу рыбы предусмотрена как административная так и уголовная ответственность. И на сегодняшний день государственная инспекция проводит такую акцию как добровольная сдача сетей, что позволяет гражданам вполне законным способом сдать запрещенные орудия и не выходить на незаконный промысел. На территории управления державтоинспекции Хомельска Хаблова-Канкама изъявилась бесплатная зарадная станция для электромобилев. Зараз в регионе прикладно 15 электрокаров по всей краине каля 300. Новая зарадная станция айчинной вытворчасти и она подыходит для зарадки всех типов электромобилев. Для подключения не потребуется никаких мобильных додатков, регистрации и карт. Инициативу установки разорадные станции выказали у ДАИ. Тут меркуют, что пляцо у Кабудзе запотрабованной. Электрокары набирают популярность, дякаучи своим перевагам перед звычайными автомобилями. Автовладелец электроавтомобиля, который приобретает автомобиль, первое место, куда он приезжает, конечно же, является подразделение госавтоинспекции. И пока он, возможно, оформляет документы, у него есть у водителей есть возможность оставить свой автомобиль и поставить его на зарядку. Данный автомобиль является более современным по сравнению с другими автомобилями. И система безопасности в нем, конечно же, повышена. Зараз у Беларуси працуют 84 зарядные станции для электромобилей от Беларус нафты. До конца года лишь бы плануют повеличить до 220. Такое значное поширение сетки электрозаправочных станций связано в первую чергу с проведением других европейских гульняв. В Гомеле презентовали сувенирную продукцию региональной вытворчасти до других европейских гульняв. Право на выкрыстание официйных логотипов отримали 53 предприемства краины. В Гомельскую область представить пять пакеты с символикой евро-гульня распроцевали на заводе гандлевого обсталявания. Представленные пять видов продукции уже размеркованные по крамах столиц и регионов. Кроме того, пакеты плануют выкрыстовывать в якости подарочных на мероприемствах у подшефной гимназии номер 51 города Гомеля. Частка продукции будет передадена доброчинному объединению Белорусский детячий фонд. Добрышский фарфоровый завод представил кубки других европейских гульняв. Розничный кошт их в складе прикладно от 3 до 5 рублев. Набыть их можно будет и в нашем регионе. Уже зараз великим попытом користаются выработы предприемства Речица Текстиль с логотипом евро-гульняв. Бавоновые и ильняные рушники закупаются организациями, которые в леку первых будут принимать гостей форума. На продукции червоного мазиранина появились наклейки с талисманом спортивного форума Лесикам. В настоящее время продукция наших предприятий и производителей поступает в продажу как в магазинах города Гомеля, Гомельской области, так и в магазины Республики. Надеемся, что наши предприятия достойно представят нашу область и о нашей продукции узнают во всем мире. Журналисты телерадио компании Гомель приняли уделу пятой выездной сессии творчей майстерни тележурналистов и блогеров России и Беларуси «Друзья Сябры». Гостей примав город Гродно. У составе делегации представники телеканала «Россия-24», телерадио компании Екатеринбурга и Калининграда, а так само региональных белорусских ТРК. У программе «Сустреча с керавництвом в области» и наведывание Гродзинской студии телебачення, майстер-классы и дискуссии на профессийные темы. В минулом году международные форумы журналистов и блогеров примали российские города Великий Новгород, Екатеринбург и Уфа. Как плануется наступным белорусским припинком для удельников клуба «Друзья Сябры» станут Полоцк и Новополоцк. На передни Гомель урочисто открыли сезон фонтанов. Во всех районах города водной фееры и попередничала Поглядеть на яе звычайно избираются семьями и компаниями Сябров. Головные глядачы без сомнения дети. Запуском фонтанов шум города наполняется новыми гуками, которые перекликаются с детячим звонким смехом. Худка пляцовки облюбует молот для встреч с подканью и проведения вольного часа. Спевают сердцем. У Гомель ГЦК прошел фестиваль цыганской культуры промеркованы до Международного Дня Рома. На протягу 100 годов их народный фольклор и неполторный колорит приносят людям радость. И по этот день кажут, какое свято без цыган. Гости фестивалю могли познайомиться с предметами цыганского побыту, хустками, посудом, конской сбруей. Особной экспозицией представлены малюнки и фото с дымки. Одна часть выставки, посвященная цыганской тематике, это картины, которые рисовали пожилые люди под руководством Репиной, Надежды Репиной, это наш художник-аквалерист, вот, вместе, тоже вместе с цыганами. И вторая выставка этим фотографиям уже несколько лет, тоже она была посвящена жертвам национал-социализма и, собственно говоря, на этих фотографиях как раз изображены те люди, которые испытали гонения. У зале гостей чекали цыганские песни, романсы и запальные танцы в выполнении ансамбля «Бахтин». В перокладе это значит «Удача». Фестиваль стал заключенным мероприемством проекта «Цыганская дорога», который реализовывался при поддержке фонда «Память, отказность и будущие». В Гомеле начала работа музейная академия. Это совместный проект фонда «Культурная спадщина и сучасность» Белорусского Комитета Международного Совета Музеев, Берлинского Агентства Традыция и Института Минску. Удельниками интерактивной программы стали 16 самых инициативных музейных супрацовников з усей Белоруссии. Их чекают тренинги и практичные семинары, которые будут проводиться в областных и районных центрах краины с делом белорусских и немецких экспертов. Первые уроки музейной академии прошли в Палаце Румянсвах и Паскевича. Новученцы музейной академии отбирались на конкурсной основе. Организаторам подали 60 заявок на удел. Самые активные метанокерованные отримали шанс стать еще больше компетентными в музейной справе. Академия разом со своими учнями будет вандровать по разных районах краины. Как личить организаторы проекта миновито региональным музейным и выставочным пляцовкам потребуется поддержка у выбора стратегии развития. Музейная академия это своего рода двусторонний проект между Германией и Беларусью, который подразумевает собой повышение квалификации музейных сотрудников. В больших городах достаточно инфраструктуры культурной, чего не хватает нашим региональным городам. Поэтому мы хотели стартовать с нашей академии именно не в Минске, а во втором по величине городе Комеле. Музеи выполняют важную излучальную функцию помеж деятшими мастерства и грамадзянской супольностью. Таким чином супрацовники музея должны быть подкованными во всех сферах своей деятельности. Капостью нагу с часом необходимо обмениваться досвидом с коллегами у тем лику замежными. Музейная академия призвана стать платформой для такого диалога. Наша главная цель включить наших участников чтобы они рассказывали о своих опытах чтобы мы обменяли о разных актуальных вопросах в музеологии и в музейном ландшафте. Конечно мы как историки как музейщики хотим предлагать какую-то информацию но оставить просто документации мы уже не можем это не только не интересно ни молодежи никому уже поэтому надо привлечь или включить выставку мультибедийные средства значит средства коммуникации которые уже нормальные для молодых людей. Расклад занятка у музейной академии расписаны доснежные тренинги и практичные семинары будут проводиться по четырех основных темах музей культура памяти музейный маркетинг и туризм концептование и дизайн выставы музейная коммуникация запланована так само четвергзенная поездка наученцев академии у Германию белорусские специалисты наведуют немецкие музеи и обвиняются в опытом со своими замежными коллегами после заканчения курса удельники музейной академии отримают сертификаты и сами смогут проводить научальные тренинги Евгения Кухаронок Настасья Кучинская Игорь Марышенко телерадио компания Гомель Животворный огонь прибудет в Гомель 28-го красавика как поведомили в Гомельской епархии святыню с Иерусалима доставить в Свято-Петропавловский кафедральный собор подчас ночного великодного набоженства 6-ти животворного огня в супроводжении пересонной звонницы по храмах областного центра стартуя в неделю в 11 годин Гомель в Великодную ночь транспорт будет працевать до половы четвертой годины раницы в ночь с 27-го на 28-е красавика с центра можно будет добраться в любой район города как поведомили у Гарвы конками на маршрут выйдуть автобусы 1-го 12-го 20-го и 35-го маршрутов так само будуть працевать тролейбусы 10-й 16-й и 20-й для жадающих приехать у собор Святых Петра и Паула на власном транспорте до 4-го годин раницы 28-го красавика на площади Ленина будет организована часовая парковка это и так само и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе завершены дякую за увагу и до новых сустречу эфиры